секундочку немножечко мутно сейчас пытаюсь исправить изображение да всем привет вроде получше надо было конечно подправить и так всех приветствую это первый эфир у меня в новом 2023 году в прошлом году я уже проводила некоторые прямые эфиры почему я решил их проводить потому что ну в рамках постов все рассказать все что накопилось у меня да все мои чувства мысли по поводу того чем я занимаюсь все прекрасно знаю домой мы по моей моей страничке так понятно что основная моя деятельность это работа в партнерстве с компанией фаберлик вот и формат таких вот прямых эфиров максимально подходит для того чтобы передать все мысли чувства эмоции ну и некоторые рассуждения по поводу этой деятельности ну сегодняшний эфир я не буду проводить долго он будет максимально коротким пять причин почему я в сетевом да мне очень часто вообще почему может быть их на самом деле очень много этих причин так можно вообще под сотню перечислить но почему именно пять и потому что я буду просто рассказывать только о том что для меня важно да то есть почему именно я выбрала сетевой и что для меня представляет наибольшую ценность ну и пойдем по порядку мне очень часто задают задают вопрос ну так получилось что я с кем просто встречаюсь я думаю что этот вопрос у многих в головах с кем я давно знакома да как же так для чего ты училась на чего столько времени потрачено там на учебу и так далее когда в конце концов ты пришла работать в сетевой для меня этот вопрос звучит по другому да я слишком много училась для того чтобы выйти в нами я поняла что некоторые связи произошли в моем сознании и наверное для некоторых это будет откровением можно ли зарабатывать те деньги о которых каждый из нас мечтает просто сидя дома просто вставая во столько во сколько вам удобно и ни от кого не зависеть вот если бы вы знали что те же самые деньги которые вы зарабатываете на работе с перспективой дальнейшего роста до с перспективой каждый год удваивать свой доход можно зарабатывать сидя дома при этом иметь те же социальные гарантии те же там отчисления в пенсионный фонд фонда социального страха это то что люди всегда вы прямо с таким как же пенсия вот с теми же социальными гарантиями зарабатывать те же самые деньги при этом сидеть дома работать по ну это каждый сам выбирает сколько работать а в период интенсивного роста можно работать и целыми днями вот а когда ты просто там например перед новым годом погружен кучу других дел то можно работать два там три часа сидя дома если бы вы знали что так можно абсолютно легально работать вы разве не выбрали этот способ работы мне кажется каждый адекватный человек бы выбрал иметь те же самые гарантии имея возможность также работать ну просто не рассматривали просто стоит вопрос а что так можно было и вот сегодня моя задача ответить да можно ну во первых до первая причина почему я сетевом закончили вступление это конечно свободный график о котором я уже сказала и когда я пришла в сетевой я была маме в декрете да очень многие приходят в сетевой будучи мамами в декрете мама в декрете это человек которому жутко не хватает времени да и перспективы выйти на работу и понять что тебе надо ехать вообще на другой конец города освобождаешься в пять часов потом бежишь за ребенком обратно забираешь его чуть ли не последним из садика это перспектива мне сразу не понравилось я решила что надо что-то менять и поэтому для меня самый большой плюс в том что я делаю это возможность планировать свой день так как ты решишь расставлять задачи так как для меня важно то есть для меня например ценность сегодня например представляет сходить на концерт ребенка на выступление ребенка и меня совершенно без разницы что там сегодня где-то что-то еще происходит потому что я дома так распланировала день для того чтобы посетить соревнования у ребенка а вот то есть вот это вот важнейшее преимущество которое не знаю где есть еще такое есть действительно есть есть этот фриланс но перед фрилансом у фаберлик еще у сетевого целом множество преимуществ дальше очень важный пункт который я еще знаете когда-то журнал читал студенткой и я прочитал такую вещь я писала своих постах я хочу или там построить карьеру в надежной большой сильной компании да и в этом таком альманахи который так и назывался до карьера по моему карьера старт назывался представляли у разные компании газпром сбербанк да то есть я думаю что эта мысль есть у многих в голове что надо работать в крупной компании почему потому что там где крупная компания там крупные деньги там огромная карьерная лестница то есть чем крупнее компания тем соответственно больше так скажем вот эта лестница да то есть там есть верхушка которая хорошо зарабатывает вот поэтому собственно вот этот миф нет не миф да это реальности берется поэтому мы хотим строить карьеру в крупной компании а смысл приходить в компанию в который начальник или руководитель зарабатывает ну как среднее там или средний государственный служащий ну смысл ну куда стремиться куда ты ставишься в лестницу ты будешь всю жизнь там работать и придешь к чему и к чему вот ну в общем это зерно было посеяно у меня уже очень давно и поэтому я конечно же мечтала работать в крупной компании и даже не могла подумать что настолько экологично и настолько красиво для меня эта мысль эта идея сбудется потому что мало того что сейчас я работаю с крупной компанией в крупной компании да я работаю не на крупную компанию а работаю в партнерстве с крупной компании потому что у меня нет трудовой договор я не раб в этой компании в которой нужно приходить там от стальки то достальки то дай получать оклад определенной компании руководством компании там какими-то тарифными сетками и так далее я я свободный предприниматель я официально оформлены как индивидуальный предприниматель и я работаю в партнерстве с компанией крупной компании фаберлик это единственная косметическая компания которая входит в топ 100 косметических компаний мира уже 15 лет все российских компаний там больше нет нету косметики в россии да было можно было так сказать до фаберлик 2000-х годах только начала на самом деле зарождаться именно российская косметика российская именно российская косметика ну на сегодняшний момент очень много уже появляется таких более мелких компаний но топ крупных компаний рбк косметической компании только одна это фаберлик так вот работа в крупной компании что это для меня на сегодняшний момент работы с крупной компании это надежность и 25 лет компания существуют они очень далеко перспективные идущие планы и алексей геннадьевич ничаев руководитель президент компании сегодняшний момент да не просто руководитель компании он сейчас и возглавляет целую фракцию государственной думе да это человек который думает очень сильно наперёд и стратегии компании она уже расписана наверно до моих внуков и правнуков вот поэтому вот это причастность чему-то большому важному для меня цен это второй пункт года и причастность большому и важному для меня это что ну вот например возьмем мы фриланс многие работают ну то есть создают какие-то совместные закупки да там люди заниматься тем что где-то купил подешевле и занимаешься тем что продаешь побольше вот для меня это не крупное важное потому что в этом нет какой-то миссии в этом нет чего-то большого а фаберлик есть миссия да и когда я прочитала пять принципов компании фаберлик я поняла что ну в общем у меня есть очень много ценного вместе этой компании первый принцип это любить свою родину культуру язык да то есть для меня то есть кто меня знает я стопроцентный патриот но при том что я знаю языки при том что мне интересно путешествовать да я стопроцентный патриот я себя не мыслю без россии и жизни в россии я стопроцентно люблю русский язык со школы и настолько люблю его что я себе даже в речи своей мат не позволяю то есть для меня это часть любви к своему языку и культуре вот дальше достижение финансового благополучия тоже ценность компании для компании очень важно чтобы люди которые работают в компании имели возможность осуществлять свои цели и хорошо зарабатывать третье продвигать уникальные товары и услуги то что не уникальное на сегодняшний момент у меня сомнений практически нет я очень долго изучал продукт перед тем как прийти в компанию и еще раз кто меня знает я вообще досконально всем копать и никогда в мурке вантюр не лезу четвертое брать ответственность за свое здоровье и здоровье своей семьи если наверно ответственность она лежит ну такое широкое понять здесь ответственность не только касается здоровья ответственность принципе будут за будущее свое да потому что я ни на кого не надеюсь я не надеюсь на государство то есть я прекрасно понимаю что может быть сценарий того что принципе сейчас говорят об отмене пенсионного фонда россии кто знает это объединяет их социальный какой-то фонд но я думаю что может быть такое что однажды просто отменят пенсии и пенсии не будет как будут люди жить то есть я осознаю этот момент и понимаю что я хочу построить такое будущее которым я не буду зависеть от возможности там каких-то социальных выплат и отчислений пенсионных в том числе и пятый пункт развивать себя людей мир я к этому вернусь еще то есть вот это вот второй пункт который для меня важен причастность к большому важному и иметь при этом определенную миссию третий пункт энергетика почему я здесь здесь конечно же я нашла то что не было на моей прошлой работе на моей работе прошло мне тоже в принципе нравилось эта работа была связана с помощью помощью людям да то есть это социальная сфера но то что мне приходилось каждый день через себя пропускать каждый день видеть перед своими глазами то есть эта энергетика когда то есть это была деятельность в органах пеки и я занималась именно там защитой прав в жилищных и это чаще всего было хождение по вот этим квартирам в которых остались алкоголики родители да то есть видеть все это грязь ну вот эту вот всю гадость да эти бараки страшны то что мы видим каждый день это что мы через себя пропускаем становится частью нас вот хотите или не хотите просто есть люди которые готовы к этому и это определенная жертва люди готовы пожертвовать частью своей жизни часть у себя для того чтобы помогать людям я это понимаю прекрасно просто я не готов была к этому изначально я не хочу я не хочу жертвовать этим и я просто пришла я поняла что здесь мне нужно работать с людьми совершенно другими да то есть люди которые которыми работала раньше это люди нытики люди которые не готовы брать ответственность за свою жизнь на себя да то есть они все время тебя что-то хотят без чувства благодарности здесь совершенно другое с одной стороны здесь люди платят деньги да ну тут совершенно конкретно что же говорить да но я помогаю людям сделать это намного выгоднее возможно чем где-то в магазинах да потому что я четко знаю чем я работаю с кем продуктом я стараюсь максимально все тестировать чтобы четко понимать что я могу дать людям что я могу рассказать людям и несмотря на это я здесь встречаю в тысячу раз больше благодарности положительной энергетики чем на прежней работе и плюс я работаю не с грязью не со всякими там слизью и непонятно чем просто еще и представляю работу следователя например да мне муж какое-то время жизни тоже посвятил этой деятельности и и здесь косметика парфюмерия средства для здоровья одежда красивая поймать эта красота и я сама до поняла что я хочу себя пустить пускать себе вот эту вот энергетику есть люди токсичные и с ними мы тоже встречаемся потому что мы работаем с большим количеством людей и появилось чувство когда я сама готова пускать каких-то людей до свою жизнь каких-то не готова пускать и я сама выбираю хочу с ними работать или нет и если хочу то в какой степени я готова с ними работать ведь вот этот вот момент выбора четвертый пункт четвертый пункт почему я в сетевом то есть что я уже сказала свободный график причастность большому важному с миссии идеи третья это энергетика до нужна энергетика и с чем ты работаешь то есть что ты впускаешь свою жизнь какую категорию вещей и энергии 3 четвертый пункт и я была бы наверное ускорилила бы душой если бы я его не назвала этот пункт деньги давайте так начну я с чего здесь есть деньги да вот здесь есть 55 миллионов рублей и годовой доход премии 55 миллионов рублей годовой доход от 33 миллионов рублей вот эта вершинка а есть люди которые не верят в это да это отдельный разговор я знаю лично людей которые уже сейчас каждый день видеть людей которые просто меняются жизнь мощнейшим социальным лифтом который когда-либо существовал поэтому называться чего это мощный социальный лифт для тех кто хочет что-то добиться и имеет для этого силы и ресурсы определенные да то есть что такое удача успех в сетевом это когда желание срослось с ресурсами ты очень хочешь и у тебя есть на это ресурсы вот и поэтому меня нет сомнений потому что здесь можно заработать такие деньги любые деньги здесь можно заработать на самом деле вот вопрос в другом вы хотите этих денег очень часто например спрашиваешь людей а ты хочешь заработать 5 миллионов конечно хочу да хочу на самом деле это неправда то что если бы человек хотел реальных заработать тонко как минимум будет 2 миллиона уже зарабатывал вот то есть вопрос о том что мы просто даже когда цели свои прописывая желание мы не ставим себе цель желание которые стоят 5 миллионов вот я сейчас себе писала цели на год да я прекрасно сознаю понимаю что я пока не готова просто к этим 33 миллиона туши не знаю как их потратить грамотно и правильно раздать деньги на благотворительность это не не грамотно и правильно да ребят можно заниматься благотворительностью но если вы ставите цель заработать 33 миллиона чтобы раздать их на благотворительность ну прям я я могу вами только восхищаться таких людей нет ну то есть их очень мало очень мало вот чтобы вот так потратить всю жизнь работы 33 миллиона и потратить их чисто на благотворительность да вот поэтому большинство людей которые сейчас говорят что не хотят зарабатывать деньги на самом деле их просто не хотят пока и просто не знают как расширить свой мозг и сознание для того чтобы на них быть готовыми на эти деньги вот насколько у вас сейчас готово ваше мышление насколько готов вот это расширится ваш мозг настолько вы зарабатываете вот поэтому хотите развиваться хотите расширять это сознание нужно представлять лестницу туда где можно зарабатывать такие деньги вот я четко понимаю что я пока не готова но я не хочу отказываться от этой возможности я хочу рано или поздно быть готовыми для этих денег быть готовы зарабатывать день поэтому я сейчас открываю для себя этот портал и эту возможность если вы ее для себя не откройте вот если вы сидите на работе на которой максимально можно зарабатывать ну там что 2 миллиона в год то вы никогда не будете зарабатывать 5 миллионов в месяц но это же надо немножечко понимать к этому быть готовым поэтому открывая портал в котором можно зарабатывать любые деньги вы рано или поздно достигните того чего вы хотите не закрывайте для себя эти возможности вот другой вопрос другой вопрос другое другое так скажем направление да в в деньгах я недавно проходила тренинг перед новым годом я сейчас очень много прохожу тренингов психологических игр я поняла для вывела для себя в себе это понимание что меня номер один это безопасность то есть что я хочу когда я например заработаю определенную сумму денег что меня вдохновляет и что мне дает вот это чувство тепла уюта это безопасность но на сегодняшний момент это и когда люди говорят что сетевой это так ненадежно да то есть у меня наоборот я вам сейчас докажу вот человек ходит на работу ходит он там скажем да в каком случае могут уволить трудовое законодательство мы знаем да то есть если он нарушит грубо правила там определенные да это например если он два раза без повода прогуляет проспит рабочий день целиком дату все это уже основание для увольнения у меня нет такого я могу поспать проспать еще что такое меня нельзя уволить по этому поводу вот у нас есть конечно определенные правила при грубом нарушении которых со мной могут расторгнуть договор но это не случайно сделать это надо специально постараться до чтобы тебя просто турнули в таком случае вот какие гарантии что у вас просто могут уволить с работы просто взять и уволить не просто не потому что вы что-то нарушили не потому что вы плохое просто например сокращение штата что этого не бывает на каждом шагу бывает притом сокращают даже очень нужных работников сейчас на селе например сокращали у нас оптимизация сокращают и учителей да и врачей там где-то их нет а тут их сокращают поэтому в любой момент может произойти такая ситуация в том числе поэтому здесь тоже нет никаких гарантий то что я знаю и то что для меня сейчас важно в сетевом это то что я работаю как индивидуальный предприниматель самостоятельно беря ответственность за себя и за свое здоровье жизнь своей семьи то есть я заключаю два договора с компанией первый договор об оказании услуг согласно которому компания обязуется мне выплачивать определенные деньги за состояние определенного объема продаж так я делаю объем продаж и я получаю эти деньги по-другому быть не может и второй договор агентский да агентские договора очень много и часто везде заключают здесь нет вообще ничего необычного агентские договора заключают турфирмы например да которые работают под вывеской крупных туроператоров там тест-тур поник пегас туристик и так далее вот то есть агентский договор тоже договор с компанией faberlic который дает мне возможность работать с пунктом выдачи да все обычные два договора которые мне дают ощущение безопасности я четко понимаю что даже если я сейчас не смогу работать по разным причинам да у меня есть то чего нет нигде не в фрилансе не в каких-то там нашел клиента ты работаешь нет клиента не работаешь у меня есть определенный остаточный доход если люди которые в любом случае заходят и делают заказы вот хоть ну ты тресни им все равно нужна продукция у них закончился порошок но неужели они не пойдут и не купят себе этот порошок пойдут и купят потому что faberlic только есть такие порошки нету больше к сожалению рынок изучаю каждый день нету больше таких порошков на рынке по такой цене вот и поэтому есть определенные гарантии безопасности которые для меня намного выше чем на обычной работе точно так же социальная гарантия в фонд социального страхования который дает мне больничные то есть я по сути нахожусь дома например да у ребенка сопли сидишь сидишь сижу я с ребенком с соплями то есть я и так бы сидела дом потому что я работаю дом и получаю от фонда социального страхования естественно больничные вот это станет вместо зарплаты это вместе с тем доходом который я обычно получаю дальше пенсия все так страдают по поводу пенсии еще раз говорю фонд в пенсионный фонд деньги отправляются и все то же самое то есть ничего фонд обязательно медицинского страхования все то же самое по поводу того что однажды наступит пенсия я не переживаю потому что когда наступает пенсия у обычных людей и доходы резко снижаются те кто в сетевом у меня есть много прекрасных примеров передо мной перед глазами то например мой наставник бриллиантовый директор который розали темирплатова я прекрасно понимаю что если ты уходишь на пенсию твой доход не снижается наоборот да то есть какому-то моменту есть накопительный эффект и более того тот доход который ты накапливаешь передается по наследству такого нет нигде не у судей не у этих депутатов которых хорошая пенсия да то есть нет такого нигде ты накопил у тебя хорошая пенсия но невозможно передачу по наследству здесь ты накопил пенсию ты получаешь как и обычный человек государственную плюс у тебя есть вот этот огромный остаточный накопленный потенциал который ты потом передаешь по наследству вот что для меня безопасность а не ходить на работу там с восьми до восьми с восьми до пяти понимаете не безопасно это для меня этот это очень рисково для меня намного безопаснее для меня это накапливать потенциал что произойдет с компанией да ничего с ней не произойдет я работаю в российской компании единственной российской компании косметической в россии которые будут поддерживать еще много лет, еще государство будет спасибо говорить, что выводит российскую косметическую промышленность на такой уровень, я вас уверяю. В этом вообще нет даже никаких сомнений, потому что это одна из самых крупных косметических компаний в России и в НАИС, самая крупная. Ну и, наконец, пятый пункт, что-то я затянула, да, ну, очень просто хочется рассказывать и рассказывать вам. Пятый пункт, почему я в сетевом, это развитие. И, наверное, здесь мне реально есть что сказать, потому что я провела в университетах 10 лет. 10 лет в школе я училась, потому что у меня была такая была миссия. Вот если я могу, то я сделаю. Да, я могла воспринимать этот материал, я могла ходить на олимпиады, могла, что я не делать-то сделаю, давай по максимуму буду делать. Вот, и здесь я поняла за 10 лет университетов, и 5 лет в Уберлике, я поняла, что моё мышление расширилось намного больше за 5 лет в Уберлике, чем за 10 лет в школе и за 10 лет в университетах. Да, знание, да, есть какое-то, ну, может быть, раскачка мышления, когда ты знаешь очень много фактологического материала, и этот фактологический материал дает тебе возможность ориентироваться в существующих вещах каких-то, да, то есть, ну, например, когда я выбирала компанию, я могла выработать критерии, проанализировать для себя, по каким критериям я выбираю эту компанию, проанализировать продукт, проанализировать безопасность, да, то есть, есть определённые какие-то юридические знания, багаж, да, то есть, я бакалавриат закончила юриспруденцией, и я тоже понимаю, что для меня должны быть какие-то социальные гарантии, в том числе, да, и гарантии, что я не останусь там без пенсии, без всего, как вот часто бывает с людьми, которые всю жизнь работали во фрилансе, не оформляясь, да, вот такое тоже бывает, человек работает во фрилансе, он не оформляет ни самозанятость, там ничего, и в конечном итоге остаётся там с минималкой пенсии, для меня это тоже было важно, и вот, и определённый момент развития, здесь не только определённый момент развития, здесь он вообще очень мощный, поэтому, когда человек говорит о том, что мне нужно больше денег, да, мне нужно больше доход, то это всё-таки вот здесь, да, и здесь нужно постоянно расширять сознание, для того, чтобы потратить 5 миллионов с умом, например, да, тоже нужны мозги, потому что сядьте себе, пропишите 100 целей себе, которых вы реально хотите, жизненно они вам необходимы, вы так их хотите, что вы готовы сделать многое, у вас там возможно не будет прописаны вот эти 5 миллионов, да, скорее всего, это будет, ну вот у людей спрашиваешь, сколько тебе денег сейчас нужно, ну 5, ну 10 тысяч, да, то есть очень часто желание людей на ближайшую перспективу, на ближайший год, это 5, 10, 30, 40 тысяч рублей, ну и поэтому у нас как бы и планы наши ограничиваются вот этим вот количеством, да, для того, чтобы расширить свое сознание, нужно развиваться, и, конечно же, Фаберлик нам дает это развить, еще раз повторюсь, что, да, действительно, за 5 лет в компании я не переставала учиться, я не переставала читать, заниматься и так далее, потому что это очень важно, это действительно важно, вот такие 5 пунктов, нет, 15 минут у меня совсем не получилось, у меня получилось 30 минут, еще раз я их повторю, это свободный график, это причастность к чему-то большому, это важность нести какую-то миссию для людей, да, третье, это энергетика, совершенно другая энергетика, потому что ты работаешь с другими людьми, ты работаешь с косметикой, да, с красотой, с финансовым благополучием, ну то есть вот конкретно же это же наша цель, да, в итоге, в конечном итоге, это не того, потому что каждый человек, который приходит в этот бизнес, в конце концов зарабатывал, четвертый пункт, это деньги, и безопасность связанная с этим, поэтому я здесь, да, и пятый пункт, это развитие, саморазвитие, тоже немаловажно, вот такие 5, то 5 причин, по которым я здесь, по которым я в сетевом, видео, конечно же, сохранится, если вам важно, то же самое, что для меня, приходите, не бойтесь, здесь действительно можно зарабатывать, есть обучение, и при желании, если вы действительно хотите, то вы можете достигнуть того, чего захотите, все, всем до новых встреч, и на следующей неделе снова встречаемся на прямом эфире, всем пока! Продолжение следует...